коллектив всем привет mazda 5 день ремонта наверно вторую мы вчера разбирали аж целых три часа поэтому второй зажал на стапель передняя часть автомобиля полноценно на две губки задняя на одну губку потому что чтобы зажать на 2 нужно снимать пластиковую накладку я вчера попробовал мне не получилось поэтому на одну нагрузка принципе небольшая будут лонжуна сильно не ушли поэтому хватит и на одном дальше нивелирчик сейчас по уровню автомобиль выставим вернее уже выставил и будем что-то начинать делать 13 и 4 с половинкой 13 и примерно вот но и 5 и 4 с половинкой ровно как бы тут тоже знать что-то средняя арифметическая ложь 13 полтора ничего не до туда померил 13 полтора 13 ой полтора ровно и по верхам стоек обязательно нужно проконтролировать пусть и все под помним да то рано у польского днища очень гриво сварено с завода у mazda 5 дела лучше обстоят с геометрией чем у фальсвагена в турана вот днища вроде выставил и ровненько смотришь а и кончики ровненько вот не величек ныряет именно под устрикает кантики с другой стороны тоже самое тетях тетях то есть mazda поярче получше сварено поточней конечно нам немножко мешают радиаторы что пассиву шку разбить и есть чертежи от трех источников авторобот еще какую-то еще какой-то я знаю сколько должно быть между лонжеронами усилительном пока не показатель если радиаторов не больше область муху кинули померили от отверстия до осевой и мы знали что куда а так радиаторы немножко усложняют но спускать не будем сейчас будем все вымерять лучик светит как бы в отверстие немножко и а другая наша сторона водительская чуток она там затемняет солнышко лучик светит вот то есть вот этот лонжерон на 5 миллиметров выше относительно вон того но когда их если даже ровненько их потянуть бог 1 и 2 они автоматом по высоте выровняются что нам показывают чертежики радио нафталин очень хорошая радио целый день его слушаю чертежик нам показывают между нижними отверстиями метр десять есть правда другой чертежик но он показывает метр десять и два миллиметра есть еще третий чертежик разные производители по-разному меряют много машин мало выводят аритметическое поэтому поэтому 110 и другие размерчики записал какие нам надо смотрите что видно нет 110 между овальными еще там один размер между крепления подрамниками он нам не надо между овальными в принципе не надо у нас есть вот 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 хоть нам же ширины хватит хватит теме идут этого 110 хватит радиаторы стоят на подставке если что попытался проводку здесь отчелкнуть ни черта мне не получилось поэтому это можно хотел отвезти ее а тут блин там час или изоленту надо оплатывать или ему отвезти хотел чтобы еще больше наклонилась но больше чем потом даст не наклонился не наклонился смотрите какой у нас тут размер должно быть 110 рулечку зацепил за край отверстия значит нам тут надо померить до конца отверстия до конца отверстия получается 110 ровно то есть ширина у нас ровно между лонжеронами но только она же все показывает что они в бок ушли поэтому нам надо кинуть оси в ушку или какой-то другой метод измерения чтобы показать или вообще нам можно сейчас просто взять подрамник толкануть подрамник сделать диагональ подрамника там миллиметр в миллиметр и все и подтянуть лонжероны чтобы сошлись болты и лонжероны будут стоять ровно поставил две линейки 42 и 9 с половиной до начала 42 и 9 тонн до начала симметрично то есть одинаково размер от нуля показывает другая сторона коля давай делай крепление на самом деле к этим линейкам еще должен быть крепление на лапы коля их должен делать и поля скал скоро сделает поэтому кульку или просто такие лапы я просто сам не хочу придумать и у коли скопируют доработаю линейку поставил губка вплотную порогу лапы одинаковые 8 и 5 до начала металла 8 и 5 есть все оська обалденная штука но мешает пипец зато удобно саня харьков давай еще два маленьких не купить который меньше мне надо еще такие домкраты 2 ну а теперь берем факутку и кинем и кинем осевушку кинул осевушку вот центр ну можно сказать не центр буквально на пол миллиметра надо было бы сдвинуть вот так вот вот так вот так центре к центре к соответственно вот есть отверстие 40 ровно а 40 ровно есть и где-то вот на заднице можно перемерить вот есть отверстие 51 и 5 и вот есть отверстие 51 и 4 ну вот там буквально на пол миллиметрика увелось не на или подстроить смотрим что получается коль сделай пожалуйста быстро или крепление себе что я у тебя скопировал сань или купи мне еще четыре мелких домкрата 4 сань чтоб я линейки поддомкрачивал 4 мне еще надо и того центр и того центр подрамник я вчера мерил от вот этих мне все время показывал что он немножко туда ушел ну подрамник дело то что вот этот центр тоже может быть не быть не в идеале сварен 29 и буквально три десятки 29 до почти в идеале хорошо он сварен очень вчера мне что-то показывало что его надо немножко сдвинуть и не помню для чего я вчера мерил 71 примерно и 6 другая сторона 71 а вот видите 71 там 6 а тут 3 вот этим надо сдвинуть это мы потом еще все померяем если чё сдвинем дальше лучик у нас куда-то вот туда светит это не центр сто процентов я вчера мерил это не центр надо сейчас надо сейчас и центр здесь выведу а я не знаю в какой момент я решил не центр центр вот получается если даже сейчас по грубому зацепить от кончика и до 52 потому что здесь всего 104 и с центр вышел вот . наш центр а вот у нас где линия свете . поставим ну вот больше них немного больше чем 10 миллиметров извиняюсь против солнца снимает много больше чем 10 миллиметров получая получается ну да где на 12 примерно вот туда на все толкануть и померяем от этих овальных отверстий они тоже симметричные размере если что есть но размером не нужен у нас ширина лаженов одинаково нам надо знать разницу сколько блин немножко неудобно где ты лучик а лучик по ходу там или сейчас я сам попробую посмотреть все таки от этих зацепил что там не кажется будут лучше нам с вами вот я вижу линию переворачиваю 52 и 8 не знаю увидите не увидите вот тут вот светит лучик бук 52 и 8 до 52 и 8 вот это я вам снимаю чтоб потом когда кто-то скажет а как промерить лонжероны я загнал свою девяточку и пытаюсь лонжероны померить не знаю как вот я для вас снимаю надо сделать стапель сделать две линейки факуду купить и вот так все потом зажать машину на разбить осевушку и будет все вам ясно 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 что то здесь вообще много сейчас сейчас вот лучик 55 и 8 что так много упору 55 и 8 это был с одной стороны получается 55 и 8 с другой получается 52 и 8 пошли трехзачные числа будем считать чтобы у нас получилось 30 миллиметров 55 и 8 минус мне калькулятор подарили еще четыре года назад я должен им пользоваться человек спасибо равно прикиньте три сантиметра ровно получилось это что значит три сантиметра разница это на полтора сантиметра лунжерным наши ушли ушли вот туда правильно правильно полтора сантима разница 1 и 5 сын я предлагаю подрамник первым делом выровнять есть два варианта есть сейчас мы прикрутить подрамник 1 за вклад журнам они же ровно стоят сейчас смотреть прикрутиться еще и усилитель прикрутить а потом все это дело вытянуть и будут ровно но если потом это все дело отпустить может и подрамник отдельно стрель тело джона отдельно убегут и потом меня ругать будут поэтому давайте все по отдельности попробуем вытянуть немножко смущает то что подрамник диагональ 2 2 сантима разная здесь вот ровненько стоит а он жены как бы на полтора показывают давайте еще по-другому померим дальше очередь скилла нам пользу приносить соточка соточка ну на правил на 100 миллиметров и теперь возьмем сделаем вот так зацепим и найдем меньше меньший размер иногда это конечно удобно делать двумя руками но ни одна рука держит камеру 42 и 5 соточка соточка и на тебе под люка крепление попалась поэтому сейчас я двумя руками по мере я просто не хочу уже перемерять другую сторону сейчас одну одной рукой вот подержу где крюк должен быть и запишу раз где-то неправильно чтоб померил потому что получилось 46 5 получилось на четыре сантиметра разница по пол 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 я просто не хочу убирать факуду можно было сейчас пока это стоит у меня другой еще не знаю какой момент его там неправильно померил вот и получается смотрите я уже от других между другую сторону не надо же перемерять вот зацепила но у нас должно быть там 110 46 и 2 будет если я сумею натянуть если я сумею вы выставить 46 и 2 этот пусть стоит дальше скилла пошел которые все просят подари мне маленький нивиллер ну как подари я им работаю люди это инструмент я не могу вам подарить я же им работаю зачастую правда он у друзей находится 43 но и где-то вот минимальный там 4 выходит ну вот почти три сантиметра немножко немножко там не три но там три с копеечками три сантима вот мы с вами по низкой несколькими местами только что перемерили морду что главное вытяжки убедиться и понять что насколько ушло ладно парни пусси ерунда вымерли вы померили мы что все нам надо было оттуда надо дальше действия наш прикручиваем назад усилитель вот этот прикручиваем подрамник усилитель за усилитель мы берем все туда тянем контролируем чтобы не сломать там лишнего на усилитель и чтобы ничего лишнего не сломать все постараемся сейчас вытянуть в 0 а потом отпустим подрамник уберем усилитель и опять перемерем посмотрим что мы не дотянули а что мы перед перетянуть я думаю мы ничего не переним что не дотянули просто если перекрутить и вытянуть все это вместе то мы можем Sandra incorrectly опустить потом а он назад немножко прыгнет поэтому отдельно сюда vacuum или ланджalis прыгнет Единственный момент, который меня немножко смущает, это подушки Подушки, подушки Знаете, такой закон подлости Машина получила удар На 2 см уехали И то, смотрите На 1,5 см уехали Но при ДТП Это было не 1,5 см При ДТП они уехали на 3 см вбок Или 4 вбок А потом вбок и вернулись немножко И зачастую знаете Закон подлости, все подушки выжили Ты берешь, сейчас натягиваешь 3 сантиметра обратно Все подушки сломал Хотя бы поотпускать Хотя бы, чтобы они немножко болтались Или во время выдержки очень контролировать Чтобы сильно подушка Если она стоит примерно в центре Чтобы она никуда сильно не заломалась Да, будем контролировать Мы как раз умеем, забудем все это дело Вчера показывал, что очень криво стоит Подушка Вот нам тоже немножко показатель И кстати, если подушки стоят почти в норме То вот здесь видно Ну реально видно, что на полтора сантиметра Надо эту подушку сместить в бок Значит, а подушки на лонжеронах Соответственно, и лонжероны на полтора Вот подушка, еще один Доказательный момент Во время выдержки, во время того, как будем Что-то простукивать, линейки могут посмещаться И дабы опять потом не ловить Весь центр Ну почти центр Она тут регулируется, поэтому Почти центр Вот я меточку сделал Я этой штуке не доверяю Я доверяю больше линейкам Центр И есть на подрамнике отверстие Тоже, кстати, вышло в центр В центр Вот подрамник, значит, стоит ровно Поэтому там меточка Здесь меточка На подрамнике тоже маркером тут нарисовал Красненьким Ну и если что, запомню, что вот центр А потом лучик будем выставлять Ну можно опять линейку кинуть А можно просто рулеточкой уже проконтролировать Труба будет сдвигаться, поэтому трубу не медим Нивелерку убираем И готовимся к вытяжке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прервемся, потому что я думал сейчас дальше работать Но интересный момент один нарисовался Я закончил Тем видом, что показал Линеечки по осям И отверстия по осям То есть усилитель Вот эта часть его Вся передняя Я не говорю про пятаки Только про вот это Она вот сейчас вытянула относительно кузова Тютя в тютю миллиметра в миллиметр Но есть одно но Если Вытянуто все в миллиметр То подрамник не в миллиметр А подрамник у нас К примеру, был вот Стал вот А луч бьет Три Три миллиметра до подрамника То есть подрамник надо туда Поэтому я и остановился Если я сейчас буду дальше ломать, чтобы подрамник вышел Я просто усилитель свернул в другую сторону Сейчас это все разбирать будем Откручивать подрамник Откручивать это И подрамник диагональ все равно разная Разная, разная Сейчас Тика, извиняюсь Максимка пришел Меня отвлек Так, мы вычтили, что это центр Соответственно, по всей логике 59,3 Ну, должно быть одинаково 59,3 Вообще не 3 Тут 5 Хотя Показывают Оська она Буквально на 3 миллиметра Ладно, ничего Пока про эти разбиратели Забудем Смотрите Что получается Что получается Блин, опять я тормозить начинаю Поставил нивелир У нас между верхами Должно быть 110 У нас просто регулируется подрамник Очень сильно вот эти в болтах Поэтому Большие нисхождения могут Короче, они делают нам сейчас Поправки плохие Между отверстиями должно быть Вот 110 110 разделить напополам 55 Лучик 55 Лучик 55 Линеечки стоят ровно Нивелирка на 55 И на 55 Соответственно От оси У нас Лучик должен куда-то попасть в болт Вот куда он попал У нас не попал 2 миллиметра Подлюка 2 миллиметра не попало 2 миллиметра Вот этот ланджон Хочет на 2 миллиметра Туда еще податься Ну, сейчас будем подавать Подавать, подавать И, конечно, хорошо было бы Например, взять шинку какую-то Да? Или там Зафиксировать пятки Один со второй Одну пятку с другой Схватиться И начать тянуть 2 ланджона За пятку Тогда ланджона Мы переломаем Отдельно в центр Услитель, соответственно Он сейчас уже немножко Вот так стоит Мы его перетянули Буквально на Миллиметра 3 Его сдвинуть На миллиметра 3 Туда Ну, кувалды Не проблема Сдвинем И Вытянуть ланджоны Если бы зафиксировать А потом Когда все вытянули Просто бы зафиксировали Кувалдой Через доску сюда ударили И у нас бы Все ровно было Потом Когда разобрать Он может опять Все сдвинуться В общем, давайте Разбираем Ага Резьба оказалась обычная Стандартная Поэтому болт Вкрутил через шинку Гильзу ничего не поломало Она там крепкая Ланджоны Какие у нее Ланджоны классные Вообще не фольга Вот Идет Видите шовчик Вот это еще Походу мягкое Вот это трубец Я сперва взял доску Кувалду А потом понял Что доска тут лишняя Очень классные Ланджоны Кстати, а что у нас По креплению Двигателя Эта подушка На месте Осталась Это осталось Тоже все Как бы красиво Стоит А здесь у нас А у нас Ни черта Оно здесь не сдвинулось А ни черта Оно не сдвинулось Здесь А мы Возьмем Подушку Открутим И отпустим И посмотрим С какой радости Мы решили Что она должна Быть в центре Если перемычка Если вот эта часть Здесь длиннее В три раза Чем здесь Но все равно Оно все равно Еще подъедет 55 И 55 И соответственно Как бы должно быть В центр А у нас с вами Буквально на какой-то Долбанный миллиметр Еще не в центре То есть на понты Сейчас разберем Посмотрим Может попрыгают Все в обратку Может еще хуже будет А может лучше Коллектив Нам капот Привезли тайванский Но Саня Ставрийска Ставрийска Сказал Что капота Иванский Становится Хорошо Поверим Сане Один Второй Линейка Ровно Вот я Говорил Ровно А лонжерон Неровно Лонжерон Миллиметра Четыре Ой Подрамник Миллиметра Четыре Плюс к этому Ко всему Я только что Заметил Что во время Вытяжки Вот что Произошло Поход Какой жесткий Подрамник Он вроде бы Тут слабенький Начинает Случать Кувалу Он аж Звенит Получается Лонжеры Больше Сейчас пошли Чем подрамник Поэтому Отпускаем Все это И дотягиваем Если верить Сейчас всем Размерам Как бы Когда зажато Стоит Получается Этот Лонжерон В норме Этот Б еще Конечно Подвинуть Немножко Подрамник На электро Четыре Подвинуть Усилитель Ровно В принципе Уже Машину Можно набрать Если не Разбирать Уже Набрать И она Наберется Аж бегом Ну только Вверха Еще Повытягивать Как бы Снизом Уже Все Готово Но Если Мы были Плохие Рихтовщики Вот так Сделали Или Мы поспешили И хотели Много денег Там Заработать Побыстрому А так Нет А так Мы его Баню Разбираем Все это И отдельно Будем дотягивать Все элементики Но Так Уже Это наберется По моему В начале Видоса У меня есть Три Источника По Чертежам Ну я Видал Торобот Другие Стапельные Системы Другие Измерительные Системы И на Одних Получается 110 Между Креплениями А на Других 110 И 2 Вот я Как бы С одной Там Перерисовывал Что-то Объектив Не вижу Вам видно Нет Вот я Перерисовывал Там 110 И 2 На одной Поэтому Слушайте Если мы Возьмем Один источник По одному Лонжерону Сделаем А другой Лонжерон Сделаем По другому Источнику Где И 2 Тогда У нас Все Ровно Хитро Нет Хитро Что там 2 см Была Разница Смотрите Здесь Должно Быть По центрам 110 У нас Меньше Немножко На 3 мм Меньше Надо Какую-то Отодвинуть 51 Какую-то Отодвинуть 51 Минус 3 мм Вот Эту Надо Отодвинуть Туда Ну Так Как-то Я не Хочу Мерить Хотя Можно Так И Померить Где-то 52 И 7 Тут Должно Быть Тогда Меньше По логике 52 52 4 Вот Отсюда Надо Задвинуть На 3 Мм То есть Усилительно Грубо говоря Мы выровняли Сейчас я возьму Кувалду Большую Где-то Есть такая Знает Ух Пойду На улицу Там Плита Хорошая Через доску Аккуратно Стук Ну И Был Ровно На самом деле В грям с кувалдой Вообще Не прокатил Даже на досках Не на плите А даже Вот такой Большой Не Я боялся Я побоялся Что я пятку Замну Должен быть 110 Вот я Натянул Простучал Ну я это бросил Но я сейчас опять Ради Чтобы видос Показать Натянул Должен быть 110 Сейчас на сантиметр Больше Можно еще дать Немножко Оп Еще на миллиметр Больше Спускаем Сейчас будет 110 По-моему Без двух Миллиметров А может И будет Ровно Не знаю 110 без миллиметра Надо еще Натянуть И простучать 110 без миллиметра Там сильно Не получается Прям В сварку Упор Но На площадку Я имею ввиду Пониже Все хорошо Получается Рулетку Зацепил Все Ей смотрите 110 Может быть Миллиметр Лишний Вообще Не беда Забьем Диагонали Ровные Сейчас Или стукнем Один раз Оставляем Оставляем 110 Дальше Надо померить Я тут Открутил Что произошло Сейчас опять Осевушку Разобьем И посмотрим Оу Слушай Полка почти Выровнялась Что подрамник Болтается Или это не подрамник Так Осевушка Центр Линеек Центр Вон Наша Меточка Меточка Центр Линеечки Центр Мы намечали Итого Вот что Нам надо Знать Что У нас Здесь Не совпад Духа Слушайте Александр Малер Который Некен Кресил Саня Привет Спасибо Что Полтора Часа Отвлекал Меня От работы Подрамник Выставил Ровно Потому что Та сторона Была смещена Немножко Вперед Уехала Или Когда Мы Тянули От удара Неважно Сейчас Он Стоит Ровно Также Открутил Вот Возле Амортизаторов Еще Укрепление То есть Подрамник Сейчас Держится Только За корней Лонжерон На двух Болтах А Севуха Показывает 4-5 Мм Надо Его Сюда Поставил Приспособку Зацепил От лонжеронов Отвязал Тянем Тянем Подрамник Тянуть Подрамник Не хочу Так Хочу Вот Потому Что Я Здесь Вижу Где Он Должен Быть И Мне Так Будет Комфортно Смотрим Обалденно Пошел Где На Сантиметр Перетянули Бросаем Ушел Назад То есть Надо Натянуть И Немножко Простучать Сейчас Извиняйся Телефон С вами Сбил Перетянули Насколько Там Не помню На сантим Ничего Не изменилось Это Осимушка Стоит Все Я тут Вижу 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 И До Нормы Нам еще Миллиметр Четыре Как я и говорил Тянем Кстати Знаете Что Получилось Смотрите Вот Он Сейчас Отпущен Я Выставил Ровненько Подрамник И Что У нас С вами Получается Что Получается Я Смотрю Что У нас Этот Лонжер Тот Я Только Что Я Еще Не Смотрел Я Только Что Это Заметил Что У Нас Это Если Мы Сейчас Оттянем Туда На Миллиметра Четыре То У Нас Будет В Центре Этот Лонжер Я Считаю Мы Вытянули То Видите Как Втулка Стала Относительно Гайки Нам Подрамник Сейчас Дотянуть Где Ты Тут Вот Смотрите Сколько Отверстия 8 Миллиметров Значит Нам Надо Миллилитра Три Подтянуть И И У Нас Будет Ровно Классно Мы Этот Вытянули А Этот А Этот Тоже Мы Ничего Так Вытянули Нет Еще Не А Этот Все Ровно Видите Как Бы Хуже Будет Этот Нам Надо Будет Дотягивать Все То Все Ерунда Давайте Тянуть Под Дом Крат Если Я Буду Стучать Сейчас Я Линейки Могу Сбить И Нивелир Собью А Если Я Просто Натягиваю Тогда Ничего Не Сбивается Поэтому Стучать Не Сильно Охотой Иногда Падла Она Назад Уходит Крепкая Машина Крепкие Лоджуны Кто Ничего Не Говорил Лоджуны Крепкие Подрамник Крепкий Я Вот Пытался Стучать Да Фиг Он Звенит Аж Звенит Т� Стучать Т� Звенит Стучать И Звенит центр миллиметр миллиметр если на видео оказалось все легко и просто то на самом деле тут случайно кувалда большая оказалась и длинная доска потому что перетянул на 2 миллиметра на 2 миллиметра перетянул 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 осебая центр там меточка мы делали я сейчас по ней ориентируюсь чем дальше расположены метки тем прикольней нолька нолька метка наша центр этот центр уже стал автоматом он по-моему немножко там что-то был центр оба на оба на есть центр все подрамник стоит тетя в тетя малый метр в малый метр сейчас шел он жены померим я считаю вообще хорошо стоит смотрите ну нормальненько этот наверное будет нет мне кажется этот как мы верили пытается он дотянуться еще хотя болт вкручиваются не зря зовут сделал такие большие отверстия чтоб он регулировался болтается но но надо все равно туда есть в один момент отвратительный почему его туда плохо то что когда мы два тянули у нас мотор на подушках ехал когда если мы будем один тянуть это у нас подушка пойдет в такой напряг поэтому два варианта или забить на эти два миллиметра или снимать подушку и тянуть один лонжерон туда тянем лонжерон прикручен полностью падла дисплей дисплей камере отказываются прикручивать работать подрамник стоит ровно прикручен полностью все это мы не трогаем этот мы трогаем нам надо его на 4 миллиметра подвинуть 34 дело то что там должно быть 100 а здесь у нас 100 и 34 примерно так поэтому туда двигаем вот сейчас в частности натянул на 2 сантима может даже больше но если отпустить наверное уйдет назад я только начал здесь как бы у нас обложить ладжончик чуть упирается то что я хожу ничего страшного нету в этом я знаю нагрузку я знаю когда она слетит знаю когда она не слетит сейчас она слететь не должно падла камера что ты хочешь от меня почему-то когда объектив поворачиваешь на себя я смотрел он не работает как когда в другую сторону работает по ходу шлейфу хана это уже недели 3 до кофе петрушка снял подушку вот двигатель висит на двух домкратах то что мы можем сломать подушку сломать крыштайн наконец-то вот сигма появилась насадки нету на сигму труба с четырех тонкий не налазит зато с 10 тонкий налазит если один домкрат вот просто подставит это боток пытается перри назад как-то уходит поэтому и вторая вот мы иску насколько натянули плюс лапы еще сыграли на каких-то там пару миллиметров и только почти на 2 полной перетянули сейчас простучу бросим нам надо сделать ровно между ними 110 потому что время вон уже скоро 6 мне сегодня ну не дают работать не день а день приема гостей вот все сегодня хотят ко мне в гости прям сейчас я сделаю лонжерон а цель дня была лонжерон и поставить поэтому спешу натянул немножко простучал ну это как бы не тот размер который насколько мы перетянули хотя может быть нет я просто еще не мерил лучик все равно не это когда я тяну любое даже гидравлика дрыдер делает плюс кувалда не виллер попрыгают поэтому это нет вот примерно то я померил вроде на один миллиметр меньше было когда цепь стояла сейчас все снял должно быть хорошо приспособка которую сейчас я вам покажу обалденно фигня когда один рифтовщик сказал что это ерунда не приспособа дорогой мой друг это обалденно фигня видал мы сегодня и подрамник тянули куда здесь немножко не потянешь потому что здесь бугорочек но если сейчас кину две шайбы все потянется вот как хочешь то есть класс обалденно штука регулируется очень удобно советую что у нас здесь давайте померим я конечно могу сейчас видео какой у нее мягкий лонжерон но поймите что мы там отдельно лонжерон сейчас посмотрим как он мягкий а когда все в тандеме с усилителями с подрамниками он жесткий вот пример вот этот будет жесткий давайте я тут покажу который просто голый лонжерон понятно он не приключен ни к подрамнику я имею ввиду голый не к усилителю ни к чему видно да я на самом деле начал мерить миллиметра них миллиметр много то есть перетянули там миллиметра до 110 не хватает думаю блин шуру потянуть или лон стали потом беру в руку такой об и все понял то есть миллиметр руками быть они нашел что дисплей люкает зацепил смотреть скотки 110 поздравляю мы вытянули мы вытянули лонжерон мы вытянули 2 ланджона сегодня и подрамник а вот как болт получился я считаю он получился очень-очень здорово закручивается откручивается поэтому зажимаем это все и забывай и давайте покажу подушечку сейчас двигатель поднят на миллиметра 3 относительно подушки вот подушка откручена вот подушка дрожит вот ее свободное состояние то есть вот все хорошо понятно здесь сейчас нет не достает потому что надо опустить чтобы отверстие совпало просто наискосок подушка не напряги ни в чем подушка сидит можно можно подушка сидит отлично зажимаем прям кружится хочется когда ты когда конец рабочего дня ты усилитель поставил потому что ты молодец и ты взял и ланджон и до миллиметра выгнал и усилитель выгнул и получается что не зажим не зажимал вот висит на болте центр центр и достаточно около центра хочу достаточно по моему нифига себе как ровно и другая сторона не трогая усилитель тоже центр и центр и центр и не край а тупо вот от центр понимаете как мы выгнали все классно оба даже родное место типа c центра пытается вот пойматься то есть насколько это значит не могу зажать одной рукой поздравляю подрамник ровно ланджон ровно все ровно и классно и усилитель ровно а завтра мы с вами стрелки поделаем вот эти крылья все время сколько мы ланджоны тянем они были отпущены не отпущены и болтались потому что иначе могло бы сломать все таки да я знал что может вот эту часть сломать вот эту стоечку да и пусть ломает мы чё не сделаем о центр вот даже старое место с фонтом зажал другая сторона смотрите тоже подняли мы до этого момента да вот и зажали сейчас нету сильно родных мест потому что он от удара разъехался потом съехался но при примерно поджали и чё и край упертый нет центр центр шикарно шикарно я всех поздравляю можно заканчивать свой рабочий день уложились надеюсь я сегодня до всех их толщиков донес что иметь две линейки и три нивелира это очень круто а нам еще коль не хватает все-таки одной линейки не хватает я коль еще поеду куплю две линейки и сделать потому что я хочу еще такую фигню ложить иногда на лонжероны вот мне кажется еще круче будут всем удачи всем пакетов всем до завтра завтра нам тут осталось чуть-чуть немножко легкой а время много до субботы в субботу лука привезут рамку для телека чтобы мы набирали автомобиль а там где суббота мне в субботу в чапуньке на день рождения ехать чапунька про поэтому извините в понедельник аж начнем набирать все это поэтому до понедельника еще во сколько время всем удачи